Хочется начать оперативную обстановку. У нас, наверное, такого еще не было за все время существования канала. С такой новости Генеральный штаб вооруженных сил Украины заявил, что в ходе активных действий в Харьковской области за 48 часов наступления наши войска продвинулись на глубину до 50 километров. Освобождено более 20 населенных пунктов. Энтузиасты посчитали, что это порядка больше 400 квадратных километров территории Украины освобождено в результате активных действий вооруженных сил Украины. По темпам наступления, я, наверное, скажу, что военная история таких прецедентов знает очень мало или не знает совсем. Для сравнения, в июле месяце Американский институт изучения войны давал данные, что российские войска на Бахмутском направлении за 35 суток продвинулись на 10 километров с ожесточенными боями. У нас глубина продвижения до 50 километров. Можно сделать предварительный вывод, что есть угроза оперативного окружения изюмской группировки российских войск. Ну, посмотрим, как будут дальше развиваться события. Вот с этой приятной новости хотелось бы начать сегодня оперативную обстановку. Кстати, интересный факт. Сразу отмечу, что Министерство обороны Российской Федерации уже три дня не публикует никакой информации о событиях в Харьковской области. Российские паблики, я вам вчера приводил некоторые даже выдержки, разрываются просто в гневе и негодовании о том, как же так, как так получилось, что Бах и вооруженные силы Украины уже не то что наступают, а уже наступили. Но ситуация на всей линии фронта протяженностью больше тысячи километров остается напряженная, но контролируемая. Итак, мы пройдемся по всей линии фронта. Противник продолжает сосредотачивать усилия на установлении контроля над Донецкой областью и сохранении захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей. Беспилотники противника постоянно ведут воздушную разведку. Противник продолжает меры по улучшению материально-технического обеспечения своих войск. То есть вопрос логистики в ближайшей глубине, примерно 50-70 километров, для российских войск сегодня это уже огромная проблема, благодаря нашей дальнобойной артиллерии, в том числе и реактивной. За минувшие сутки враг нанес более 10 ракетных ударов и 22 авиаударов по объектам на территории Украины. В частности пострадала инфраструктура в районах Харькова, Циркуны, Великих Проходов, Славянска, Сиверска, Краматорска, Ивана-Дарьевка, Зайцева, Солидар, Бахмута, Бахмутского, Богоявленка, Константиновка, Времевка и других населенных пунктов. Практически вдоль всей линии фронта на глубину досягаемости артиллерии и где-то на глубину до 20 километров била российская авиация. Также города, которые я перечислил. Но пройдемся теперь по всем направлениям. Ситуация примерно везде одинаковая, за исключением отдельных. Итак, на Волынском и Полесском направлении. Там ситуация не изменилась. Начались учения на территории Белоруссии. О них чуть позже расскажу более подробно. А в остальном сохраняется угроза воздушных ударов и ракетных ударов с территории Белоруссии. Ну а в остальном ситуация стабильная. На Северском направлении. Прошедшие сутки больше пострадала Сумская область. Были обстрелы с помощью минометов и ствольной артиллерии по нашей территории. На остальных направлениях враг продолжал наносить удары по военным и гражданским объектам. Это все начиная от Харьковского направления, заканчивая Южнобургским направлением на правом берегу Днепра. Вражеские войска продолжают нести потери в результате огневого удара по концентрации личного состава и военной техники противника. То есть расположено на военной технике противника. Ну так например скопление российских войск на территории сельхозпредприятия Украина, недалеко от села Сладкое Запорожской области. Враг понес значительные потери в результате нашего огневого налета. Количество потерь уточняется. Подразделения сил обороны удерживают позиции и мешают продвижению врага. Наши военнослужащие успешно, но противник на некоторых направлениях не оставляет попыток прорвать нашу оборону. И наступательные действия на Донецком направлении продолжаются. Особенно это Бахмутское направление и особенно это Авдеевское направление. За последние сутки наши войска отбивали атаки противника в районах Константиновки, Деброво, Григорьевки, Зайцево, Майорска, Николаевки, Второй Николаевки, Первомайского и Каменки. Под огромным вопросом сегодня у нас Кодыма. Мы ждем сообщения от Генерального штаба о том, осталось ли Кодыма под нашим контролем. Там очень сложная ситуация, противник наступает и практически есть угроза окружения наших войск в населенном пункте Кодыма. В течение суток в целях поддержки действий сухопутных группировок авиация силы обороны нанесла более 30 ударов по местам скопления и концентрации живой силы и техники противника. Наши подразделения воздушных сил уничтожили два самолета Су-25, то есть еще два штурмовика и два вертолета российских воздушно-космических сил, это вертолеты К-52 и Ми-24. Оба вертолета огневой поддержки, это те, кто непосредственно работают по переднему краю наших войск. И пять беспилотников на различных направлениях. Это то, что я вначале сказал, что они активно ведут разведку с помощью своих беспилотников. От воздушных сил, вооруженных сил Украины не отстают и ракетные войска и артиллерия наших сухопутных войск. Выполняя задачи контрбатарейной борьбы, срыва системы командования и управления и материально-технического обеспечения войск противника. Наносят ущерб живой силе и технике. В результате огневых ударов в течение текущих суток повреждены командный пункт, склад топлива, скопление живой силы и военной техники противника. В частности, более подробно раскрыто Херсонское направление. Здесь, в Херсонском районе, уничтожен склад боекомплекта. Береславский район, два склада с боеприпасами. Чернобаевка, попадание по скоплению техники и живой силы противника. Голая пристань, попадание по позициям, уничтожение опорных пунктов противника. На район Новой Кавковки, базирование техники. В Каховском районе, попадание еще по скоплению техники. В районе Томиной балки, склад боекомплекта. Балаклея, район Балаклея. Это Харьковщина, склад боеприпасов. И Василовский район, Запорожье. Склад боеприпасов и база скопления техники и личного состава российских войск. Вот такое поражение нанесено за последние сутки войскам противника. Итак, можем подвести резюме. На Харьковском направлении в результате активных действий мы продвигаемся к глубину обороны противника. На Харьковском направлении мы продолжаем уничтожать логистику и саму группировку российских войск на правом берегу, ожидая снижения боеспособности войск Российской Федерации и либо их отступление, либо их сдача в плен на правом берегу. Ситуация там, в принципе, идет планомерная в плане приближения того момента, когда российские войска начнут оставлять свои позиции или сдаваться в плен. Но при этом сохраняется очень тяжелое положение на Донецком направлении. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...